Которая была сформирована осенью 41-го года. У нас ополчение два, но осенний другой летний. Мы говорим о летнем. Ну, возможно. Я просто хочу рассказать о своем деде, Никоноре Павле, который, по-видимому, тоже призывался в одно из этих ополчений, возможно, даже в летнее. По рассказам отца, у которого была информация, по-видимому, от того человека, с кем вместе они выходили, дед и этот человек, выходили в родную деревню в ноябре 41-го года. Они выходили из боев, по-видимому, со стороны Головкова через Николаевск, ну, через железную дорогу, в сторону деревни Машницы, которая была родной деревней деда и отца. И уже в это время территория эта, между шоссе московским и железной дорогой, она же была захвачена немцами. И при переходе железной дороги они были обстреляны патрулем немецким, и дед погиб. По-видимому, тело было перетащено к платформе станции Головкова и впоследствии, после уже освобождения в декабре месяце, он был захоронен, тело, вместе с остальными солдатами, военнослужащими, которые были найдены в районе этой станции. Позже, уже после войны, это захоронение, захоронение воинское, было перезахоронено в районе, сейчас не помню, какой километр, но если мы будем смотреть от клина в сторону Москвы, это захоронение на левой стороне шоссе. Там, в таком набразгощенном участке, лежат их, по-моему, около 30 человек. Но там, естественно, я был там, смотрел, и фамилии, и имя моего деда нет. Возможно, он просто был перезахоронен как безымянный, потому что из книг памяти данных о нем не было. Вот сейчас невозможно, так вот появилось предположение, что он был не именно в ополчении. Почему во всей этой неразберихе и нигде не осталось никаких следов. Вот все, что я хотел сказать. А вы скажите фамилию, имя, отчество? Вы знаете, своему глубокому сожалению, за всю свою жизнь так действительно и не узнал отчество деда. Знаешь, что звали Павел? А фамилия? Никаноров. Через А. Никаноров? Никаноров, да. И возможно, что он все-таки призывался не в Клину, возможно. Может быть, потому что к тому времени деревня Машниц уже относилась к Солонштогорску. Это была его как бы граница. Возможно, он призывался там. Возможно, призывался в Клину. Я не знаю, где он работал. Ну, как отец рассказывал, он работал в райпотребке. Потом уже потихонечку, во времена Брежнева, началось все это немножко раскачиваться, раскачиваться. И вот теперь мы уже... И у нас теперь работают такие общества, как Дети войны. Вот как раз сидит у нас здесь председатель. Может, меня потом дополнит. И вот сейчас мы дошли до ополчения. Вот я говорю, так дошли, только официально, так как бюрократ все равно. Вот дошли до этого, до этого, до этого, до этого, до этого. Я вам скажу честно. Потому что я сам родился в 41-м году, до 4 дня до войны. Тоже в какой-то этой спешке. И потом еще мама находилась в роддолье. Началась война. Папу призвали сразу же здесь в Клину. А через 2-3 месяца он пропал. Все. И потеряли все. И вот очень много таких. И тут и безотцовщина была. И вот сейчас общество Дети войны как раз занимается. Очень плотнотворно этим. Потом занимались очень много партизанскими отрядами. И вот сейчас как раз Владимир Иванович выступал на Никоноров. Но здесь есть иногда тоже путаница. Путаница, связанная и с народным ополчением, и с истребительным батальоном. Это тоже отдельные темы. Истребительные батальоны, которые действовали на территории Подмосковья. И у нас тоже был истребительный батальон. И потом погиб даже командир этого истребительного батальона. И один, одна из улиц, у нас так и носит имя его. И в том числе и наш военком погиб, когда выезжал из Клина, Дмитров. И как раз вот эти вот фашистские танки прошли по военной этой дороге, закрытой, как мы ее называем, дорогой Екатерининских времен. А у немца была очень хорошая разведка. Очень хорошая разведка. Они все знали, у них эти карты были. И они, конечно, пользовались этим очень хорошо. И таких, кстати, военных дорог на территории, ну, неизвестных, я как бы вам сказал, таких закрытых военных дорог, было на территории Клинского района. Ну и, конечно, здесь очень большую работу проводит вот библиотека. И вот я смотрю, Елена Борисовна, вот тут тоже сейчас здесь находится, да, которые действительно очень много сделали в области народного ополчения. Честно говоря, я вам скажу так, что началось как-то у нас в Клину, наверное, с созданием общества охраны. Хотя до этого, естественно, занимался военкомат. Он со временем занимался. И я помню еще свое детство, когда отдельно эти могилки погибших, а на территории Клинского края погибло более 13 тысяч солдат и офицеров. У нас 32 братских могилы. И потом где-то начали создавать братские могилы. Ну, по это где-то, наверное, конец 40-х годов было. И создали вот эти братские могилы. И они были более 32 братских могилы на территории нашего Клинского района. И потом уже вот подошли к народному ополчению. И вот здесь библиотеки, вот, в частности, вот Елена Борисовна, она вот здесь скромно, да, она провела огромную работу, так же, как Ирина Викторовна и наши библиотеки. К сожалению, к сожалению, хотел бы сказать, ну, не очень, может быть, и хорошо об этом говорить, как-то Кровический музей что-то еще не раскачался в этой степени. Я не знаю, как Балашихи, я не знаю, как у вас, да, но у нас в основном вот работает, это даже больше, чем военкомат, это работает наша библиотека, за что им честь и слава. Ничего невозможно утаить. И я из-под руки увидела эти красные звезды. Потом мы побежали все в лес, где упал этот самолет. И вот сейчас говорили о дорогах ополченцев. Я не знаю, где была дорога ополченцев, но я точно знаю, когда из Троицкого на Малеевку шли наши солдаты, и начальная школа, где сейчас у нас в Малеевке братское захоронение, там сидели немецкие кукушки, и они расстреливали наших солдат. Настолько там был сильный бой, что елки были нашпигованы пулями, и когда кончилась война, раньше народ был очень мудрый, вот я имею в виду пожилые люди, бабушки наши, дедушки, и они потом эти ели спилили, потому что боялись. Если ель, уже когда придет негодность, сама по себе погибнет, будут топить печку, и там оставшаяся пуля может взорваться и разнести там печку или полдома. Вот такая была ситуация, и потом посадили новые ели. Я что хочу сказать, наша организация проводит очень большую работу с молодежью, особенно вот с детками, и мы очень благодарны Алене Дмитриевне Сокольской, что она нам разрешает ходить в школу, потому что встречаясь на уровне области, есть такая категория, где не разрешают встречаться с детьми. Я не знаю, чем это объяснить, но у нас, мы, например, и дети для нас родные, и мы, любимые бабушки, которые приходим к ним в школу. Я что еще хочу сказать. На той неделе, во вторник, у нас была встреча с Аленой Дмитриевной Сокольской, с нашей главой. Мы периодически в год два раза официально в администрации встречаемся. И, значит, мы обговорили вопрос по поводу 80-летия освобождения Московской области от фашистов. Значит, приняли такое решение, что объявить конкурс, чтобы дети, очень много детей, вот я читаю в «Серпо-Молоте», пишут на военную тему стихотворения, чтобы дети написали сочинения о своих родственниках, о своих близких, о соседях. И, если можно, Алена Дмитриевна, вот этого выбрать, там несколько, допустим, человек, и отвезти на Ржевский мемориал. Потому что вот мы в этом году детей войны отвозили через Клинское турбюро, и у нас одна женщина, Галина Васильевна Зубова, она нашла там фамилию своего папы. Понимаете, она подошла, вся трясется. Я думаю, ну все, сейчас, наверное, будет приступ какой-нибудь, и мы ее не спасем. Сфотографируйте меня на фоне вот этого фамилии. То есть вот до сих пор мы ищем своих родных. Нам что осталось в наследство? Почему мы ценим жизнь и хорошо относимся к своей стране, и никогда ее не предавали и не предадим? Потому что нам в наследство остались похоронки. И письма с фронта, которых мы храним. И вот когда я прихожу в школу, показываю детям, как где-то на лафете пушкой или где-то на пенушке писал солдат своим родственникам письмо. Вы знаете, что дети говорят? Бабушка, дай понюхать, дай понюхать. Пахнет стариной. Вы понимаете, сколько лет вот это письмо храню, держу. И для меня это самая дорогая награда. Вот. Поэтому мы, значит, вот 9 мая, значит, в Малеевской школе я пришла в 5 класс. Я с 1 класса в этот класс хожу. Уже 5 лет с этими детками занимаемся, встречаемся. Помимо того, что общие бывают мероприятия в школе. И вот я им сказала, дети, давайте напишем сочинение. Значит, кто-то про Сталинградскую битву, кто-то про Курскую дугу, кто-то про блокаду Ленинграда, кто-то напишет про Краснодонцев. Вы знаете, у нас одна семья приехала. Год тому назад, ой, не могу говорить, с тремя детьми, с Ленакева. Трое деточек, один мальчик еще пошел в первый класс, две девочки учатся. И вот девочка, которая учится в пятом классе, она написала сочинение и увязала это с сегодняшними событиями на Донбассе. И она поместила туда фотографии, как пытают Олега Кашевого. Сидят фашисты, и он, значит, мальчишка, полуразутый, стоит перед ними, и они с такой насмешкой стоят и смотрят. Теперь, значит, фотографии Олега Кашевого, как он погиб, фотографии Ульяны Громовой, как она погибла. То есть вот это вот все описание. Я взяла и принесла в детскую библиотеку в нашу, поскольку это дети писали. Они сняли ксерокопию и, значит, отдала. Потом девочка второй класс 17-й школы тоже написала сочинение. Второй класс написала сочинение. Тоже я аксерила принесла в детскую библиотеку. То есть мы вот по крупицам собираем вот эти вот вещи. И дети, они не безразличны к тому. И когда я обратилась к детям, давайте напишем, некоторые отказались в силу того, что они заняты. А один мальчик говорит, я обещал Галину Ивановне, я напишу. Вы понимаете, вот дети все-таки, они ответственные. И нам надо, чтобы патриотическое воспитание поднять на такую планку, чтобы никогда не была забыта эта страшная трагедия, где погибло столько людей. И мы все выросли без отцов, некоторые даже без матерей. Поэтому я не буду вас затруднять своим разговором. Вы все прекрасно это знаете. И нам вот такие встречи надо больше проводить с детьми. Сказать, что дети не интересуются ничего подобного. На который обратят внимание все, это вымпел нашей дивизии, под которым собирались ветераны дивизии в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы. Мы, их идейные наследники, прямые наследники техополченцев, тоже ходили под этим вымпелом. Так вот, всем дивизиям в Москве такие вымпелы были сделаны по одному образцу. Номер дивизии и какого района Москвы. Только в нашем районе наши ветераны ходили под вымпелом без названия района. Нельзя было в тех годах упоминать, что дивизия наша сталинского района Москвы. И сейчас мы ходим, приезжаем. Сегодня мы приехали к вам сюда из Клина. И у нас одним из элементов Клину нашего мероприятия сегодня был новый флаг. Людмила Егоровна, он с нами? С нами. Вот, достаньте его. И теперь мы с гордостью, Людмила Егоровна, выйдите и прямо покажите. Покажите. Раскрините там. Покажите. Дело не в имени кого носил район и кого носила дивизия. Дело в исторической памяти. Перевернуть. Наоборот. Примеры. Так. Итак. И дивизия у нас вот внизу на нижней строчке написано у нас то историческое название. То, которое носила дивизия в 41-м году. То знамя, которое... Слева наши... С левого фланга у нас соседи это панфиловцы справа до ватарцы. Начались бои у Гарутина. Немцы шли оттуда с той стороны. Даже был ночной бой. Наши курсанты были в соседней деревне. Немцы с хранимом панфилов и отрубили. Значит, вот здесь находится вот здесь вот эта вот деревня Гарутина. Здесь течет речка и выходит уже в гидроэлектростанции. То есть ерунда у нас находится здесь. Мы находимся и третий оттуда. И вот как раз вот таким с серпом даже полукольца находится 34 дота. Три дота из них это наблюдательные доты. По полю не найдем. Не дойдем. Они здесь. Небольшой наблюдательный бетонное сооружение. 50 мм в четвертью это бетон. Железобетон. Хорошая арматура. Залиты. Амбразуры. Значит, это артиллерийский противотанковый пушки 45 мм. Здесь дорога в деревне. Он прикрывал подходы к деревне. Вот здесь вы видите видна крылья. где моя рука тоже видна. Это дотский 65 мм. И пока у не хватит. Дальше тоже находит мусор 45-ка НП-шка. У дороги два пулеметных дота. мусор 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok